Уже который день на советском проезде ведется активная реконструкция дорог. Начальник управления дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации Ленинского муниципального района Вера Попова уверена, основные работы будут закончены ко дню города. В настоящее время начаты ремонтные работы автомобильной дороги по улице Советский проезд, которые предусматривают у нас с вами замену бортового камня и верхнего слоя дорожного покрытия. Предварительные сроки завершения у нас с вами работ 9 сентября текущего года. После того, как работы будут завершены, на проезжую часть нанесут дорожную разметку. Кроме того, вдоль бордюров до конца года планируется установить пешеходное ограждение, чтобы граждане переходили дорогу в строго отведенных местах. Также запланирована реконструкция на аллее Славы, но эти работы будут завершены до конца сентября. Больше всего проблем строителям доставит вот эта площадка рядом с памятниками матерям и воинам-интернационалистам. Когда сняли верхний слой, выяснилось, что и основание требует серьезной реконструкции, а значит, ко дню города здесь работы вряд ли будут завершены. С другой стороны, важно сделать не быстрее, а лучше. Проезд автомобилей и проход граждан в эти дни на советском проезде затруднен. Но, несмотря на это, большинство видновчан относятся к реконструкции с пониманием. Неудобства много доставляют? Да не так, хорошо, что делает. Хорошо, что делает. И красиво будет, и все. Сейчас, конечно, в обход приходится идти. Сейчас неудобно. Ну, шумота особого нет, а вот пыль и неудобства есть. В стройке всегда неудобства какие-то представляют, но это нужные дела, поэтому я считаю, что необходимость. Отдельный фронт работ, где активно трудятся строители, прямо напротив вечного огня. Установка новых бордюров и тротуарной плитки – лишь часть реконструкции. Идет полностью ремонт всей группы мемориала, в том числе у нас с вами идет ремонт основания, ремонт цветников, которые располагаются, замена подпорной стенки, скульптуры журавлей, и непосредственно будет полностью замена гранитной плитки. Основные работы здесь также планируется завершить ко дню города. 9 сентября сотни горожан пройдут по этим ступенькам, чтобы возложить цветы к памятнику воинам, павшим в Великой Отечественной войне. Это уже стало доброй традицией, без которой немыслим день города и района. Поэтому упор делается на том, чтобы привести в порядок именно это место. Причин, по которым работы начались только в конце августа несколько. Вера Попова озвучила главные. Все, что сейчас у нас происходит, это шло уже по дополнительному перечню. В рамках у нас экономии были открыты дополнительные денежные средства, которые были предусмотрены от него монтировать непосредственно и советский проезд, саму автомобильную дорогу, потому что было много жалоб и нареканий от жителей. Ну и, конечно, Аллею Славы, поскольку это главный основной мемориальный комплекс города, привести его в надлежащее состояние, к празднованию дня города, было необходимо. Поэтому по проведению акционных процедур ушло достаточно много времени, и сразу же, как только они были завершены, подрядчики вышли на производство работы. Все процедуры максимально прозрачны. Любой желающий может войти в единую информационную систему в сфере закупок Российской Федерации и узнать всю информацию, касающуюся финансирования, подрядчиков и сроков. Максим Козлов, Михаил Речетов, Елена Кошелева, Видное ТВ. Редактор субтитров А.Семкин